Ю-ху! Босиком по небесам. Планер, который может все. Сидеть на этом планере нужно, высунув руку в сторону, как на такси. Сгоняется. И полетел. Литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили. Есть в Польше такой старт, там заасфальтирована такая дорожка, и планер на колесике взлетает. Слушается рулей прекрасно. Да он, друзья, на месте вертится. Великолепный самолет, самый лучший самолет. Перед полетом на нем беда схудеет. Здесь щель профилированная. Тут тросиков просто табунами. Томас, как и я, делает ошибку на высокой скорости, буксируется. У них на аэродроме все быстро. Если бы я делал лебедку... Я представляю, как на этом планере классно летать на склончике было бы. У планера присутствует аэродинамическая крутка. Индуктивное сопротивление уменьшается. Не долечу. Вот это позор будет. Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какая красота нам попалась. На обзор планер БРО-9 Жогас. Кузнечик. Я раскрашен он под кузнечик. И сегодня, вы не поверите, просто потрясающий день. Потому что, смотрите, опять же, о! Я сегодня нацепил шарф. Как настоящий авиатор буду. Задача сегодняшнего дня рассказать побольше вам об этом планере. Тепло, посмотрите. Я, конечно, больше дальше раздеваться не буду. Но в целом-то, посмотрите, как хорошо. Какая свобода. Я даже в таком виде полечу. Только шарфик подберу. Томас, ты летал на этом планере хоть раз? То есть, ты полетишь первый раз сегодня на нем? Первый раз полетишь, да. Я должен тебя снять. Я надеюсь. Я должен снять этот контент огонь. Что я могу сказать про сам планер? Чем он прекрасен? Планер, который может все. Все он может парить. У него качество 14. Как ни странно, да? Вот такой маленький планер. Размах, представьте, всего лишь 7,5 метров. Ну, то есть, тут даже 8 метров нет в размахе. То есть, вы видите, он такой квадратненький смотрится. Прям вот. Крыло очень маленького удлинения. Что для планера, по меньшей мере, странно. У планера-то обычное крыло большого удлинения и так далее. Но здесь, ведь центроплан есть ярко выраженный. И дальше идут элероны. Крыло немножко идет на сужение. Сделаны красивые такие эллиптические законцовочки. То есть, все. И фокус этого планера. Почему же у него такое высокое динамическое качество? Да просто потому, что у него достаточно большая часть крыла зашита фанерой. Мало того, вот этот весь центроплан зашит фанерой. То есть, вот здесь вот, где вырабатывается основная часть подъемной силы, все гладенько-прегладенько, ровненько, чистенький профиль. А у планера присутствует аэродинамическая крутка. Я не знаю, сейчас видно будет это вам или нет. Ну вот, попробуем показать. В конце мой гервере крыло закручено на отрицательную крутку в 3 градуса. Что это позволяет сделать? Во-первых, срывные характеристики прекрасные. То есть, если уж потоки срываться будет, то на центроплане планер просто перейдет в парашютирование. Страшно, конечно, без парашюта сваливание делать. А он нос опускает, друзья. Ну а динамическое сваливание. Задираю его. Сильнее падает скорость. Падает, 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 падает. Оп. Да, более энергично. Ну смотрите, вот с этой стороны, как это видно. Задираю. Ну вот, нагло. Оп. Ну, оп. О. Это уже было... Он меня уже наказал, сказал. Чувак, не наглей. Классно. Ну, по центроплану происходит срыв потока. Никакой тенденции там к какому-нибудь закручиванию. Это самая самая конструктивная особенность планера. У него крутка присутствует, аэродинамическая, минус 3 градусов на консоли. Поэтому никаких проблем. Ну, кайф. 60 километров в час. Мне мой коллега посоветовал попробовать попарить. Говорит, что настолько классно дует ветер, что работает край холма. Возможно. Я уже привык. То есть вы видите, что восторг у меня есть, но уже не такой яркий, что прямо аж аггей. То есть я радуюсь, но из меня уже эта радость не лезет. Плюс я еще был сосредоточен. Я же летал на малых скоростях на учебном планере. Классно. Реагирует абсолютно прогрессивно, прекрасно. Я думаю, что невозможно на нем ничего такого сделать. Ну, понятно, что если вы нагло задерете угол прямо у земли, можно, конечно, бам-бам-бам и немножко что-нибудь сломать. Но вы же не будете ручку трать, как я, находясь там в 30 метрах от планеты. А так он просто спаршютирует. Сейчас вот я на 65 километров в час летаю. Он как на параплане. Оп. Поэнергичный разворотик. Да, действительно, кромочка леса держит. Я представляю, как на этом планере классно летать на склончике было бы какого-нибудь. в какой-нибудь небольшой горочке. Ну, посмотрим, приземлюсь ли я прямо в ворота. Я, конечно, пытаюсь. Но вроде как попадаю. Небольшой... Ой-ой-ой. Передрал ручку. Небольшой перелетик. Надо было все-таки чуть точнее. Вчера я приземлился прямо в ворот, а сейчас позор. На 50 метров перекатился. И в совокупности с вот этим небольшим сужением получается, что индуктивное сопротивление уменьшается. То есть, концевые части, ну, такой прием. Можно делать крыло эллиптической формы или на сужение, а можно сделать крутку отрицательную. Это примерно один из способов борьбы с индуктивным сопротивлением. Получается, что качество радиоизоляческое из-за этого возрастает. Руль. Видите, тоже профилированный. Тут все красивенько. Аккуратненький стабилизатор. Конструкция у нас подкосики, расчалочки. Балка. Вот эта вот схожая по конструкции с балкой от планера 1. Тоже классическое такое решение. Но в отличие от 1, 1 она к шарниру крепилась. Здесь нет. Планер по сравнению с 1 имеет, самое главное его достоинство, более высокое радиоизоляческое качество. Он летит. Разгоняется этот пилот ни разу. Вот этот попер, смелый очень пилот. Жахнул так жахнул. Планер этот тем прекрасен, что он создавался для возможности парить в слабых потоках, дюнах, над берегами рек. У Брониса-Ашкинеса была идея сделать довольно универсальный планировочек. На нем можно учить. Конечно, для обучения он слишком, наверное, веселый. То есть он может слишком много, чтобы на нем первый раз стрелять из рогатки. Но хотя он это все может. Но он просто чуть более сложный, чем следующий планер Бру-11. Планер вот этот в 52 году был придуман. Было сделано несколько экземпляров. Один начал производиться серийно на заводе в Симферополе. Но в 54 году Дусав решил, что планер Бру-11 лучше. И надо делать его. Чем он был лучше? Он был существенно проще. Наш веселенький кузнечик, он намного лучше Бру-11. Летит лучше. У него качество выше. Этот планер реально летает. Если Брошка, при всем уважении к ней, это летающий топор. Бру-11 он даже не создавался как планер для полетов каких-то выше там 10-15 метров. Это планер был для подлетов. А это, почему я его полюбил, этот планер? Это потому, что это просто красота. Это хулиган. Это анархист. Это летун. На нем Бена спарил под облаками и ходил маршруты. Это вот маленькая штучка весом в 100 килограмм. Или сможет очень много. Оп, вот на колесико раз и покатился. Видите, не докатился. Опять двойка. Я не буду, друзья, с ним смеяться над пилотом, потому что я сам, извиняюсь, двоечник. Я в прошлый раз летаю на Грубан Бэйби. Очень далеко не долетел. Не долечу. Вот это позор будет. Вот это позор. Ой, не долечу я. Оп. Ну. Ой. Как говорится. Без тормозов, без тормозов. Тяни, тяни. То есть с этими деревянными планерами ты сначала не понимаешь, как оно должно быть. Но после нескольких полетов быстренько пристреливаешься. Все достаточно легко и просто. Это он красавец. Итак, этот планер, еще раз говорю, в отличие от Бро-11, кажется, что Бро-11 это постарше уже, Бро-11 намного проще. То есть посмотрите на крыло. Видите, оно все-таки имеет сужение к концу. Имеет эту вот крутку. Достаточно большой кусок, еще раз повторюсь, зашит фанерой. То есть центроплан зашит фанерой до, видите, белого цвета ткани. Вот до белой ткани идет фанера. Дальше идет уже кусочек перкаля. И именно это позволяет, очень точно выдержит аэродинамический профиль крыла. В этом загадка, достоинство и красота этого планера. Потому что он имеет высокое аэродинамическое качество. Что позволяет это высокое аэродинамическое качество? Парить. То есть эта штука может парить на складе. Дует ветер в дюну, например, на Курской косе, можно парить. Дует сильный ветер на берег, там, ям у нас, можно парить. И для этого именно бронец просто вот выложился и сделал максимум, что можно было сделать из такой простой достаточно конструкции. Я в восхищении. То есть я сначала воспринимал этот планер так, думаю, ну вот надо же было такую хрень сделать. То есть когда я первый раз беноса видел на этом, думаю, ну вот как вообще можно было до такого додуматься. А сейчас я глубокого уважения преисполняюсь. И я являюсь теперь фанатом БРО-9. И, наверное, этот ролик даже для того, чтобы вы понимали разницу между БРО-9, который реально шедевр. Я считаю, что это вот летающий шедевр. И БРО-11, который тоже шедевр, но он был для детей. На нем нельзя летать такому кабану, как вот, ну это не кабан, конечно. Сам владелец планера, у него рост метр девяносто пять и вес больше ста килограмм. Хотя на этом планере больше ста нельзя, ну сто пять будем считать. Но мы об этом же никому не скажем. Перед полетом на нем бенос худеет. Томас, сколько ты весишь? Восемьдесят пять, по-моему. Восемьдесят пять, очень. Вчера. Черт, а я съездил в Турцию, и теперь девяносто два. Очень плохо это. Взлет Томаса первый раз. О, поехал, поехал. Вот этот рывков не люблю. Смотрите, видите, пробежка, то есть буквально три метра. Все, я даже его догнать не могу сейчас. Томас, как и я, делает ошибку на высокой скорости. Буксируется, чего делать не нужно. Томас напрямой. Попробуем его немножечко подловить поближе. О-о-о. Вот он красавчик. Эк-эк-эк-эк! Эк-эк-эк! Знаете, очень точно приземлился. Вот что значит профессионал. Чуть выкатился. Эк-эк-эк! Эк-эк-эк-эк! Ну, красота какая! Ю-ху! Ну! Просто кайф! Босиком по небесам похоже? Босиком по небесам. Да? Ты уже знакомый с Беносом. Привет! Конструктором лебедки и изготовителем планера. И вот его чудо-лебедка. Друзья, все сразу же просили сильно о ней побольше рассказать. Вот, смотрите, сразу понятно, как она сделана. Еще что-то взлетает. Ой! Суета! Основа для нее. Какой это был скутер? Это Гонда Сильвер Винг 600 кубиков. 600 кубиков? Да, 50 лошадных сил. Как вы видите, сделано это на прекрасной рамке. Это все переводится, катается. Существует технология, по которой ты заезжаешь вот сюда в автобус. То есть просто элементарно вот сделано. Да, даже есть лебедка для само... Только трос надо поменять, трос это плохо. Да, для самой затяжки. То есть Бенос нажимает на кнопочку и спокойненько ее затаскивает в автомобиль. Это называется нет друзей системы. Нет друзей системы. Ролики, конечно, у Беноса отвратительные. Сюда надо на подшипниках ролики ставить. Он сам это знает. Я обещаю поменять. Переделает. Это я уже раскритиковал. Барабан мне его дико понравился по своей простоте. То есть это АМГ. Сплав, который варится. И он наварен просто спокойно на обычное колесо, на родное колесо этой Хонды. То есть вот это решение изящное, простое как валенок. Если бы я вделал лебедку из вариатора, то я бы делал именно так. С точки зрения укладки троса, как вы видите, здесь длинная штанга, жесткая. И есть такой принцип, что если вот эта вот длина плечо вот этого достаточно большое, то трос способен самоукладываться. Что, как вы видите, он и делает. Ну, сейчас немножко на одну сторону кладет. Но вот такого качества укладки, в принципе, достаточно. Понятно, что это нужно подрегулировать, например, переместив. То есть вот эту роликовую группу обычно я делаю управляемую. Но тут тоже вижу, что можно двигать. И вот ты ее сдвигаешь в сторону, тем самым регулируешь угол намотки троса. Что тут еще есть? Глушитель. Это все, почти все родное. Все, да. То есть вы видите, приборная панель. Я что делал? Сделал только вот руль. Отсюда переместил сюда и приборную панель оставил. Потому что очень удобно. Диаметр барабана совпадает, почти совпадает со скоростью планера. Там, ну, минус, минус 10, 20. И очень удобно смотреть. То есть ты смотришь скорость от китроса? Да, да, да. Игорь, тебе летать? Да. Уже лететь мне, да? Да, да. Ой, а когда я буду буксировать? Потом. Потом все, я погнал летать. Сперва полетаю, а потом. Друзья, пришел мой черед. У них на аэродроме все быстро. Шарфик, мне сестра сказала шарфик. Очки. А, вот, очки мне дадут сейчас. Мне сказали в прошлом ролике, что я совершенно, как это, беспардонен. Что нужен шарфик и очки. Я настоящий авиатор. Эх. Так, ну что ж. Я, ой. Вот, в очках, кстати, без очков я бы не зацепился. Очки меняют, искажают реальность. Так, помню я, как аккуратно нужно залазить. Понемножечку. Ну, главное, чтобы... Ой. Некоторые говорят, как туда поместиться. Да элементарно, друзья. Вообще никаких вопросов. Я вот, правда, не знаю, как... Да, как туда бедность помещается. Со своим метр девяносто пять. Я со своим метр восемьдесят помещаюсь прям прекрасно. Итак, продолжение истории ноги выше головы. Босиком по небесам. Я немножко волнуюсь. Все сказали, что я уже готов. Готов. Посерочис. Ой. Вот. Вот че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че. Скорость. Семьдесят. Держу семьдесят. Да. Тангас такой, конечно. Мама дорогая. У-у-у. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Уже привычно. Босиком по небесам. Скорость растет. 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 Готовлюсь к отсыпке. Оп. Йо-ху. Греча. Ну, хоть надо сейчас поманеврировать. А то в прошлый раз, друзья, достаточно вяленько на нем пилотировал его. Слушайте, ну... Вася. Чума. Ха-ха-ха-ха. Слушайте, ну виражики прям на ручке очень послушные. Этот планер критиковали за то, что он слишком хорошо управляется для учебного. Ну, не знаю. Он просто управляется силой мысли. Ха-ха. Офигеть. Вот наш внизу старт. Самолетики. Потрясающее ощущение. Сейчас главное правильный расчет на посадку сделать. Я слишком быстро лечу, друзья. Я сейчас только что заметил, что лечу я на 70 километров в час. Многовато. Ну, это параплан. По ощущениям от полета чистый параплан. Медленно, спокойно. Можно шишки считать на елках. О, опять я разогнался. Придерживает даже. Вот эта кромочка веса, наверное, срезает чуть-чуть потоки. И замечательным образом меня придерживает. Так, надо же еще попытаться приземлиться поточнее. Нельзя позориться, друзья. Моелка! Где-то люди снизу машут. Ну, как-то я, на мой взгляд, высоковато. Но зато какое лихое маневрирование можно устраивать. Ну, посмотрим. Целюсь ворота. Ну, надо еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще. Еще, 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 еще. Касание, слушайте, ну, касание, как в перину, к бабушке в перину. Ой. Ну, 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 тормозов-то нет. Мастерство не пропьешь. Мне аплодируют, друзья, мои друзья. Стоять, стоять, от тебя. Срава! Ой, счастье. А почему мне нравится на этой штуке летать? А тут эхо есть. А? У! Может, даже вы слышите. У-у! Скажет, вот дурак. Кстати, бывают посадки на точность. Мой родной клуб, Пахомова, по осенью устраивает шуточные соревнования на точность приземления на бланиках. Слушайте, главное, главное участие. И вот это участие получается, не знаю, с каким-то таким восторгом. То есть народ пробует и попадает, кто-то выигрывает. Но все собираются вместе и радуются. Я думаю, что вот на таком бы планере сейчас, если поставить бутылку шампанского и сказать, что кто приземлится поточнее, получит ее, а потом все ее выпьют. Мне кажется, отличные соревнования. То есть я записываюсь, я готов участвовать. В отличие от брошки, эта красота действительно умеет летать. И вот это качество аэродинамическое, там 14 написано, оно чувствуется. Я не знаю, сколько там, 14 или 13, но то, что это больше десятки, совершенно однозначно. То есть снижение на уровне параплана. То есть я бы, если бы на параплане затянулся, я думаю, примерно такое же время с достигнутой высоты провел бы. Я вижу, как на этой планере можно вполне парить в потоках. Это реально. И из штуки непонятной, которая только прыг-вверх, прыг-скок-прыг-скок, это превращается еще в паритель. Как у Антонова была серия. Один планер был, а потом УПАР, учебный паритель. То есть это тот же один, но который более длинные крылья ставились. И на нем можно было действительно парить уже. Так вот, на Жегосе можно парить. Это респект и уважуха конструктору Бронису Ашкинису, потому что это гениальный, гениальный планер. Это лучше, чем один. Ну и правильно, все-таки это производство 52-го года. Что сподвигло ребят на такую авантюру, сделать такой классный планер? Дело в том, что улетел из Литвы на ПО-2, куда-то туда, за Бугор. И товарищ Сталин сказал, что не летать вообще вдоль границ, то есть на удалении там 100-200 километров, никакого планеризма, никаких парящих полетов, никаких самолетов. И тогда в ответ на это, а учебный можно? Можно. И они сделали такой учебный планер. Почему я его называю анархистом? Потому что в нем вот эта душа свободы. То есть свободные люди придумали способ, как обойти систему. То есть если бы этот планер дальше активно выпускался, ну, собственно, на нем же и летали, летали, я так понимаю, в дюнах летали, летали с берега Немана. То есть он мог парить. То есть эта штука способна была держать вот этих вот первых энтузиастов, ну, не совсем первых, но замечательных энтузиастов в небе и дарить им радость полета. Это ответ на запрет системы, никакого вам планеризма. Вот, простой учебный планер, который способен летать. Что, я уже опять лечу? Так отдай мне, отдай мне скорее, отдай. Друзья, видите, тут не прервешься ни на секунду. Сплошные полеты. Дедя с ней? Ну, горе, аж гел, трупы тебе бьёв? Сплошные полеты, скорость 65-70. Хорошо, понял. Летчиком-испытателем еще заделался теперь. Так, пассируй сейчас. Горай, горе, горе, горе. Фух. Да. Полетишь со мной на штемме во Францию? Да, обещаю. Да. Мы с тобой полетим на штемме во Францию. О. Представляете, друзья, я вам про то, если сейчас рассказывать буду пока. У него есть штемме, он его собрал из немножко *** в штемме, сделал из него хороший. И у нас отличная идея дунуть отсюда и долететь до Франции на штемме. С посадками в красивых местах, с планерами, путешествиями там. Ну, в общем, это будет контент-огонь. А Томас пообещал, он уже никуда не денется. Он обычно что-то пообещает делает. Это очень хороший человек. Вот обещал А15 вас привести в порядок. Сделал, обещал передать в хорошие руки, передал. Все прям спасает историю. Вместе с другими хорошими людьми. Секи посима, Тимо. Ох. Как все неожиданно. Вау. Ну, пытаюсь держать вот этот угол поменьше. На этом и сконцентрирован. Растет угол. Блин, ну реально. Вот это самое тяжелое держать вот этот тангаж огромный. Потому что ты сконцентрируешь. Ого, как мне как-то тяги дают хорошо. Чувствуется. 250 метров. Ну что, 250 уже получше. Я уже не такой двоечник. Ну, попробуем перекладочку. Слушайте, ну вращается прям лапочка. Эки-ки-ки-ки-ки-ки. Если бы был склон, на котором можно парить, я бы сейчас вовсю парил бы. О, сейчас мы полихулиганим. Ан-2 попугаем, друзья. Ан-2 рулит по полю. Сейчас мы попробуем к Ан-2 поближе подлететь. Мы будем приземляться, а Ан-2 будет взлетать. Вон он. Я как волк, ну погоди, посмотрите, в таких же шортах. Я специально сегодня шорт одел. О, как, ну погоди. Эх! И посмотрите, лук вот этот вот. Абсолютно такой же, тоже есть, ну погоди. Ан-2 приготовился взлетать. А мы идем по кромке леса. Я сейчас делаю вираж. Правый. Оп. И тут еще и снимать надо, и рулить. Вообще. И куда бедному Кристианину податься? Илья Н-2 меня ждет. Не хочет он со мной, со мной брататься не хочет. Змей такой. Ну вот как выглядит посадка. Я немножечко не попал. Вот сейчас чуть под воротик легенький сделал. Сейчас я, наверное, проеду немножко дальше, чем нужно. Вот я касаюсь в воротах. Но это меня Ан-2 на самом деле с фонталыку сбил. Слишком я на него отвлекся. Друзья, не делайте так на самом деле. Не пытайтесь сделать 10 дел сразу. И тогда у вас будет более высокая точность. Но как же мне хотелось, чтобы подо мной взлетел Ан-2. Ну, видите, он все-таки дисциплинированный казался пилот. Не такой раздолбай, как я. И пошел бросать парашютистов. Прямо сразу мультик, ну погоди, вспоминается с волком. Вот, друзья, как оно. Вот так вот. Шикарно. Волшебно. Лабейгерой. Ну-ка. Мануштяг, Сардар, Картяля. Третий вылет. Я постараюсь на нем сконцентрироваться на пользе, а не на эмоциях. Потому что что-то я вам все... Как-то вот все... Мне кажется, немножко сумбурно все получается. Стану серьезным пилотом. А с другой стороны, я считаю, что зато вот эти эмоции это самое настоящее, что есть. Потому что некоторые вещи происходят неожиданно, некоторые непонятно. Я пробую управляемость. Я вообще просто привыкаю к этому аппарату интереснейшему. И мне он очень нравится. Сейчас уже опять крыло поднято. Это значит, что в любой момент может быть взлет. Вот ведь в этот момент пролетают какие-то самолеты. Сейчас он пролетит. За ним мы сможем взлетать. Поехали. Удерживаю от кренов. Оторвался. Набираю 60. И держу 60, 70 км в час, 65. Тяга хорошая. Что-то щелкает. Ну так хорошо меня тянут. Ого-го-го-го-го-го. Ого-го-го. У меня просто бешеный. 300 метров. Оп. Все, 300 метров. Ну вот. Вот теперь я уже пилот. Ну, слушайте. Вы оцените эту высоту. Вот меня выплюнула лебедка за очень непродолжительное время, конечно. с фантастические ощущения и вот это чувство некий свободы вот я обладаю высотой высота это универсальное топливо я прям сейчас я свободен эти птица в небесах я свободен я забыл что такое страх так ну-ка попробуем парящую спираль как бы было бы если я хотел высоту набирать да он друзья на месте вертится просто вот не знаю сколько у меня тут трену так вот физиально градусов 40 все был бы поток мы бы в этом потоке пошли вверх снижение при этом по варику небольшое там порядком сейчас полтора было сейчас я сделал 60 метр 10 у него минимальное снижение так как я еще под еще тот летун на этом планере то идеальная не попадаю может иногда подскальзываю самое главное что он очень 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 прост пилотирование то есть слушается рулей прекрасно набирает скорость сбрасывает скорость по тангажу управляется прекрасно но мне вообще просто нечего сказать плохого только одно хорошее я бы не сказал что холодно вот я сейчас лечу вы сколько видите я сегодня 30 октября я летаю весь день шортах нормально нормально а вот ли он сам летать кстати это идеальный планер мне кажется для видео съемок потому что как вы видите я могу управлять одной рукой у него нет воздушных тормозов интерцепторов смещаюсь на лес не хочу повторять свои предыдущие ошибки связанные с высотой высокой большой высотой над лесом так лихо и какие 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 сейчас попробую немножко скольжения нормально сделал небольшое скольжение чтобы попасть ворота на посадку они как прошу раз сейчас могу немножечко не докатиться чуточку не доехать ой слушайте но вот самое больше всего нравится мне в этом планере эта посадка она такая нежная такая мягенькая ну видите да первый раз хорошо сейчас не доехал ну я сейчас не концентрируюсь на посадке то есть мне первый раз было интересно попаду не попаду а сейчас больше интересно вот не знаю на деревьями вот так провернуться ой кайф чему может научить этот планер он полностью учит всему что нужно на круге расчета посадки вот этих разворотов я сейчас видите дурака валяю восьмерки выписываю то есть можно делать строго классическая коробочка и такой планер может этому научить в отличие от брошки потому что на брошки невозможно будет друзья летать она не дядя изначально не создана то есть когда бронес ее сделал 54 мы начали выпускать дустав понравилось что она очень простая то есть брошка относительно жёгаса намного проще но она извините и не летит от слова совсем там начиная все от профиля заканчивая там тем что вес там в общем-то не очень большой там 60 килограмм или 70 максимум что может взять это тоже 80 килограмм вроде как рассчитан но планер очень крепкий понимаете он зашит то есть как я уже говорил верхняя поверхность здесь видите да вот это не рюри зашито а сверху фанера идет по центроплану до конца поэтому профиль очень точно выдержан то есть ровненький красивенький понятно что это никакой не ламинарный но обтекатель тоже профилированный сделан то есть вот все сделано прям с умом очень красиво сто процентов друзья найдутся люди которые скажут волков ты провел целый день целый день валял дурака не показал вам ничего давайте я вам покажу какие-то узлы вот как устроена навеска соответственно элерона здесь очень удобная металлическая трубочка за которую это все можно таскать швартовать конструкцию крыла я вам уже сто раз рассказал вот она фанера миллиметровая фанера здесь центроплан зашит до задней кромочки это у нас современный материальчик обшивочный дальше пошли по крыло оп вот оно как навешивается у нас замечательно элероны, рельное эхо, я вообще в шоке Увиденькие обжимки, тросики, тросик достаточно толстенький, а вот эти лючки открываются, мы в прошлый раз их открывали, болты ржавеют уже, видите, как все красивенько сделано, тросики, все тянуто, все как положено, рык, 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 кромочка, оперение я вам уже показывал, но еще раз вот, как я попробую сейчас за один раз все узлы дать, чтобы те, кто захочет потом в перспективе, видите, здесь булавочки везде, все законтрено, все красивенько, не придерешься, Тросики, тут тросиков просто табунами, но здесь понимаете, да, что, собственно, вот оно самоуправление, стабилизатором, управление рулем направления, вот внизу, все эти тросики вот туда уходят, очень все красиво, так, это у нас металлическая пластина, это стыка крыльев, обтекатель, как вы видите, фюзеляж достаточно красивый, ну, понятно, что здесь углов достаточно много, которые, конечно, сопротивление вызывают, в идеале, если бы это еще залезать, но тут же некий компромисс между простотой в конструкции планера и трудоемкость его изготовления, переводил на другое крылышко, еще с этой, с этого ракурсовом, видите, какая интересная конструкция у нас элерона, здесь щель профилированная, через нее с нижней поверхности крыла проходит воздух, тем самым, я так понимаю, что не даст никогда сорваться вот этой концевой части крыла, но в совокупности еще раз с тем, что здесь отрицательная крутка, а как видите, здесь есть отверстие, я вчера, когда конструкцию показывал, забыл вам про это сказать, это для того, чтобы дренаж, если вдруг каким-то боком, раком, вода попадет, чтобы это все вентилировалось, не могло у нас, вообще очень грамотная конструкция сделана, я смотрю, что вот бенос, он просто гений, планер управляется просто силой мысли, то есть он настолько четко за ручкой это идет, настолько все просто, что там я еще не успел показать, ну сам подкос, вот он профилированный, дерево, которое аккуратненько ему придана правильная форма, металл ржавеет, нет, штанга, на которой ПВД, которому я безобразным образом примотал камеру, даже теперь он немножко врет, но видите, искусство требует жертв, по конструкции шасси, как вы видите, вот это вот окованная миллиметровой сталью фанерная лужа, здесь замок отцепки хороший, правильный, это замок отцепки, видимо, которым с рогаткой пуляют, интересно, здесь есть какой-нибудь амортизатор, да, наверное, кондиционерный блок запрессован, логично было бы это сделать, вот колесо, вот это колесо очень хорошая штуковина, потому что на взлете нормально взлетает на касание, начинает ехать, мне нравится вот это решение с колесом, а не просто с лыжей, как на СГ-38, потому что на СГ-38, например, чтобы он взлетел, нужно его ставить на какой-то полос деревянный, там, в общем, вот этому планеру больше ничего не нужно, вот он хулиган, и повторю, друзья, если вы придумаете какую-нибудь горку, с которой планер просто начнет катиться, он реально взлетит и полетит, наш оператор, аккуратно, не спеши, разрешено раскрыть тайну веса, 107 килограмм, поэтому сейчас вы увидите, как этот замечательный наш хулиганский планер летает с залетным весом 107 килограммов, никаких проблем, и посмотрите, очень, скажем так, хорошим ростом пилот, так что, это те, кто говорит, как вообще в такой планер влазят, вот так и влазят, потихоньку, не спеша влазят. И это уже клуб, то есть сейчас, как вы поняли, летают все, то есть все, кто работал, каждый посидел на лебедке, каждый сделал несколько полетов, но я сделал три полета, меня на лебедку не сажали, но видите, я занимаюсь, контент огонь снимаю, то есть меня простили, сказали, ладно, Волков, ты пока у нас в клубе будешь главным по связям с общественностью, видите, как мне повезло, кстати, обратите внимание, как решена задача, как решен вопрос, из каких-то проволочек сделан вот такой костылечек, и получается, чтобы хвост именно не било, а вот он как бы мягенько так пим, этой вот штучкой касается, мне даже интересно, это большое количество проволочек заклепано, интересное решение, такой не тросик, а вот, может быть, даже его надо отогнуть, но я не буду отгибать. Сделано это, конечно, для того, чтобы если это тыкается об землю, то чтобы руль не страдал, руль было бы не отломать. Вот, кстати, вниз я залез, видите, какое решение, эти ролички всякие. Планер, кстати, имеет регистрацию официальную, несмотря на то, что он 100 килограмм, то есть его, в принципе, по законам многим не нужно было регистрировать укрепление стабилизатора. Друзья, вот сделайте, я прям всеми силами души поддержу тех, кто захочет такой планер сделать, потому что он великолепен, он великолепен. Я все время в этом случае вспоминаю моего коллегу Васильева, который говорит, этот самолет, это великолепный самолет, самый лучший самолет. Я буду говорить, что это самый лучший планер. Все, уселся. И, как говорил наш великий изготовитель этого планера, сидеть на этом планере нужно, высунув руку в сторону, как на такси. Вот так. О, поехал. Разгоняется и полетел. Ну, вот, сто семь килограмм, как вы слышали, друзья. Сейчас нет ветра. Друзья, ну, смотрите, как быстро летит. Какая-то атомная скорость, не очень понимает, то ли рулей не хватает, то ли чего, то ли это вообще первый полет. Ну, далеко он у нас укатился. Ой, далеко. Монотронок отгрейте спереди или стейп? Какие, а что нельзя, чем было? С чем-то, да. Ну, ты крей, вот лобой грей ты. Ну, вот, друзья, даже так можно приземляться на дикой скорости. Ну, это перепугу первый раз, потому что ты на планере, когда на настоящем летаешь стеклянном, никогда не понимаешь, что может быть скорость там 40 на посадке. Ну, так, друзья, происходит исправление ошибок при заходе на посадку. Высокая скорость приводит к перелету. Тормозов воздушных на планере нет, но зато он хорошо катается вот так. Трым-трыдым. Трым-трыдым. Во! Во! Вот так. Разгон. Отрыв. И пошел набор. 107 килограмм тяжело. Немножечко не хватает этой уже лебедочки. Разницы-то никакой в Беноса 105, то есть 2 килограмма роли не играет. Если только пилот обманул, что он 170, а может там все 117. Ну, шучу. Нормально. 200 метров его затянули, то есть, а Бенос поднялся на 300. То есть, вот она разница в умении удерживать правильно этот угол и так далее и тому подобное. Ну, вот сейчас нормально, смотрю, уже больше 200. Метров 250 будет. Прекрасно. Видите, друзья, как это? Своим внешним видом вызываю улыбки на лицах более одетых коллег. У нас и самолет, и планер. И все вместе. Ну, вот сейчас уже с маневром. Все прекрасно. Но все равно немножко прилетает. Скорость высокая. Будем таскать. Ну, уже лучше значительно. Уже значительно лучше. 50 метров. В прошлый раз было 100, сейчас 50. Это блогерство. Ужас, ужас, ужас. Бенос, ты расскажи в воздухе, пожалуйста, как ты придумал этот планер? Ну, я попробовал, но... Тестирует на себе Бенос Бенос Боксировщика-ученика. Босиком по небесам Летит. Летит красавчик. хорошо затянули визуально уже точно 200 даже больше так про план хрен затянешь вообще хорошо ну вот что значит профессионал ну как вы видите друзья это фактически получается такой круг взлет коробочка классическая и заход на посадку и в этом весь интерес рассчитать поманеврировать то есть вот начальные полеты пока вы будете учиться на этом аппарате они будут просто восхитительные об но попадет ли сам конструктор не попал чуть-чуть и доехал ну как ну что-нибудь договорил друзья но мы в любом случае всегда беносу будем говорить спасибо за то что вообще такую штуку он сделал планер этот единственный на планете player about 9 таких больше нету то есть это примерно такой уникальный человек он владелец от одного планера единственного планера на планете земля такие больше нет ну и мало того он знает как этот планер сделать он сделал у него чертежи то есть это не просто работа взять сделать один планер это сделать огромную работу по поиску материалов сравнению исправлению ошибок потому что на чертежах которые встречались было куча нестыковок такой часто бывает вот всю эту гигантскую работу где нас проделал и в результате мы имеем в своем распоряжении вот такое чудо то на чем летают босиком по небесам браво я слишком большой для этого планера вот вот пилот который ну слушай скажи пожалуйста вот основное что я хотел сказать по прочности он выдерживает нас таких кабанов как мы то есть там запас я я просто вижу что центроплат зашит друзья мы летаем без парашютов как вы видите да здесь планер был вначале не рассчитан на парашют знаю по истории вот его привезли на эти как статические испытания вес накрывает на крыло держал 150 процентов нагрузки это и расчетный расчет и понятно да то есть еще из коэффициентов запаса у нас в музее хранится еще старые локбук и но книжки летные книжки или как называете где можно найти такие записи как петля штопор переворота и это все было здесь на высоте там 300 метров затягивали с лебедками или с лебедками и крутили петли переворота но это нелегально ну понятно ты рад что такой планер сделал конечно конечно я что я представлял я представляли ну хорошо сделаю этот планер это будет как учебный но я когда уже уже когда сделал я потом увидел вот эти записи что ребята вот летали этот молодой парень который летал делал первый старт его прадедушка на этом планере летал пять или шесть часов здесь парил да то парил в термиках в то время ну как они знали что есть такие термики все хорошо там было но они не представляли что это можно сделать с лебедки и набро 9 конечно даже этот мак-15 вот который был у кауновских планеристов но с парением там проблемы были были и вот когда он улетел вот на 5 или там точно не помню 6 часов до все были удивлены я когда первый раз увидел полеты беноса вот на этом планере думал еще вот ну вот сделал же такую штуку вот а зачем а потом вижу что он на нем парит и а потом я сам попробовал я стал ярым фанатом то есть если вы будете делать планер деревянный делайте этот потому что она вот куча-куча народа давай мы делаем брошку давай мы делаем брошку бро 11 это же все таки это не бац но и детский планер то есть многие взрослые путают что они смогут летать на детском планере бро 11 он не для этого создавался он делался для того чтобы подлетать конкретно этот был создан для хулиганства над малой холмой маленькой холмами да да что чтобы парить на динамике вот у нас нет гор самая большая 30 метров есть динамик эту штуку можно притащить на ютсу ту же в пятигорск например или на гору узун сырт клементьева там в крыму на таком планере можно спокойно взлетать они там летали да не вот тем более летали то есть это это реально резиновый амортизатор просто чтобы разогнаться и все то мне кажется этот же с колесиком планер если сделать ровный участок я думаю если хороший динамик его можно так просто так просто толкнул раз и все есть в польше такой старт там заасфальтирована такая дорожка и планер на колесике начинает ехать 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 разгоняется взлетает вот 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 сделать такую дорожку него есть колесика кстати я в глубоком восторге и преклоняюсь перед ну не знаю вот такой точностью и тонкостью изготовления вот чувствуется душа то есть в людях которые этот планер или дел этот планер делали чувствуется душа летчика летчик все летчики немножко такие беги их мне кажется на нормальные летчики они эти которые там когда я кричал беги гей не у меня свой друзья спасибо огромное бенусу за вот этот день за возможность провести теплый я я такой погода в литве вообще у вас всегда такая погода не это потому что ты приехал из турции привез мне тоже сегодня сказали что волков ты как куда не приедешь светит хорошая погода улыбки настроение так потому что канал у нас позитивный мечта летать и мы будем все делать для того чтобы радоваться жизни и радовать вас до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта видите я аж сиплю от от восторга голос сорвал спасибо веке гей